И поехали. Значит, у нас с вами сегодня тема кодирования и передачи информации. Тема очень простая, особенно если понять то, как я вам сегодня буду объяснять. В общем, все сводится к одному правилу. Не к двум даже, но к одному основному. Давайте возьмем с вами, например, вот такие числа. Дваичные. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. У нас с вами 8 вариантов. Каждым вариантом, например, я присвою что-нибудь. Скажем, один тон звука. или один, или, допустим, цвет одного пикселя, то есть какой-нибудь, да? Это, например, какой-нибудь символ из таблицы. Понимаете? И у нас с вами здесь есть три бита. То есть мы в трех битах уложили восемь вариантов, потому что два в третий – это восемь. Понимаете? Соответственно, если я добавлю еще бит слева, да? Стоп. Добавлю слева еще бит один, да? То получаю 16 вариантов. Согласны? Вы согласны со мной, друзья? Здесь восемь, и там восемь. Как-нибудь строгируйте, пожалуйста, что вы со мной. Хорошо. И здесь восемь. Итого 16. Потому что у нас с вами два в четвертой – это 16. И мы с вами получаем очень важное правило, которое сегодня нам потребуется много-много раз. Вот. Правило, оно очень простое. Звучит он следующим образом. С помощью k-бит можно закодировать два вариантов. Прямо как здесь. То есть с помощью трех бит я закодировал восемь вариантов. Потому что два в третий – восемь. А с помощью четырех бит я закодировал 16 вариантов. А скажите, вам это всем понятно? Хорошо. Вот. И еще кое-что. Сегодня мы с вами будем работать с различными задачами. То есть на текст, на картинку и на звук. Задачи на текст, на картинку и на звук, на кодирование, на передачу, очень сильно похожи на задачу на скорость и время расстояния. А с которым познакомились вы, наверное, в классе во втором. То есть если у нас с вами объем файла – это расстояние. Сколько его передавать – это будет время. А скорость там – биты в секунду, килобит в секунду и так далее. Вот. То есть каждая такая задача сводится к обычной задачей на движение, с которой мы знакомы с детства. А начнем мы с вами с текста, как наиболее простая тема. И здесь следует немного уйти в сторону пока. Вот давайте себе представим, что у нас с вами есть, например, строка. А в строке 20 символов, допустим. А есть страница, в которой таких строк будет, например, 10. Сколько всего символов на странице? 20 умножить на 10, правильно? Вы молчите почему-то сегодня. Согласны? Так, это что-то новенькое. Ладно. Вот. А 200, правильно? 200. Дальше. А если у меня в книге много таких страниц, то есть еще, да? Еще какие-нибудь такой страницы. То я должен буду умножить на число страниц. Ну, допустим, на 40 страниц. И получается вот эта книга, в которой у меня вот столько, 8 тысяч символов. Правильно? Правильно. А теперь смотрите, друзья. Книга – это аналоговая. То есть она физическая книжка, которую мы листаем и можем как-то подержать. А нам с вами нужно ее сделать электронной. Формат не важен. Важно, что просто электронной. Вот. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно сопоставить каждый символ из книги с таблицей. Что за таблица? Вы с ней сталкиваетесь каждый раз, когда загружаете табличку в интернете, какой-нибудь сайт в интернете. Например, когда вы заходите по ком-то адресу, то вы видите текст. На самом деле вы видите не текст, а ссылку на конкретную таблицу, где много-много ячеек по адресам. И у каждого адреса будет свой символ. Символ А, большое, маленькое, Б, большое, Б, маленькое и так далее. Понимаете? Ваша страница в интернете – это не текст. Это номера, это адреса, по которым я ссылаюсь на эту таблицу. Все поняли? А когда вы были совсем маленькие, то у нас были проблемы с кодировками. И если у вас в браузере настроена одна кодировка, а вы зашли на сайт, где страница, по другой кодировке, то адреса у вас те же самые, а ссылка на другую таблицу. Понимаете? И поэтому вы видели не те символы, не в том порядке. И, думаю, вы такое видели в странных письмах, которые вам приходят на почту. Все ли понимают, о чем я говорю? Да. И такая таблица у нас с вами может вместить в себя много-много вариантов. А, например, если вам нужна, скажем, латиница, кириллица и какие-то стандартные символы, то вам хватит вполне 256 ячейков. А значит, я могу закодировать ее 8 битами. Это старая кодировка типа UTF, COE8 и прочее. Сегодня нам требуется много символов. Допустим, там иероглифы, там грузинское письмо и так далее. И тогда мы можем закодировать, например, 16 битами. Сегодня мы пользуемся 16-битной кодировкой. А значит, там будет 2 шестнадцатых вариантов. Помните, сколько это? Да, 65 тысяч чем-то. Вот. Поэтому все, что нам нужно сделать, а это умножить каждый символ, а у нас с вами в книге вот столько символов, умножить на число бит, которым кодируется каждый символ. И это мы получаем, сколько занимает в битах наша книга. А дальше переводим в байт, в килобайт и так далее, как нам удобно. А все ли всем понятно? Спасибо, отлично. Хорошо. Если вопросы, сразу же задавайте, потому что теорий много сегодня, особенно по звуку, поэтому будьте готовы спрашивать. Поехали. Давайте. Скорость передачи. Старое модернное соединение. А DSL и DSL, которые сегодня Ростельком предлагает к домам, где нет больше никого. Смотрите. 128 на 1000 бит в секунду. Вот скорость. Да? А вот время. Нужно найти расстояние. Да? Зато это все очень просто. Стоять. Я уехал куда-то опять. Значит, у нас с вами скорость. Поехали. Значит, 128 тысяч. Я вам предлагаю сразу же переводить в степени двойки. То есть максимально много двоек, потому что очень много сокращений будет именно среди степени двоек. То есть будет 2 в седьмой на 2 в третий на 2 в пятый. Это будет 128 тысяч. Верно? Да? И еще умножить на 60 секунд. Потому что скорость бита в секунду. Вот. Поэтому я умножаю на секунду. 60 секунд. Вот теперь. Столько. Ну, извиняюсь. А столько. А что мы с вами получили? Кто скажет? А что мы с вами получили? А вот это вот у нас с вами биты в секунду. Вот это секунды. Получили что? Биты. Правильно? Замечательно. А почему скорость? Скорость вот. Скорость вот. Это время. Получили расстояние. Друзья, все как в школе, классе во втором. Правильно? Вот. Поэтому смотрите, что получается. Да. И теперь, когда мы получили с вами биты, да, мы с вами смотрите, мы с вами пользуемся Unicode, то есть 16-битной педировкой. Поэтому разделив все биты на количество бит, которые тратятся на каждый символ, 2 в 4, то есть мы 16 бит 4-мя битами кодируем каждый символ, да, и получается, что у нас что? 2 в 7-й на 2 в 3-й, это будет 2 в 10-й, правильно? Да? 2 в 15-й. Так, что-то я не то делаю, кажется. Стоп. Я запутался. Здесь будет. Почему вы мне не управляете? 2 в 7-й это будет 128, а 2 в 3-й на 5 в 3-й. Да, вот тысяча у нас будет. А вот что получается? У нас 2 в 6-й умножить на 5 в 3-й и умножить на 60. Кто посчитает, сколько это будет? От 8 на 60 на 1000, да? Это будет 480 тысяч символов. А все ли понятно вам, друзья? С первой задачи. А сейчас повеселее пойдет. А все ли ясно? Что 5? Не понял. Друзья, можно голосом говорить с ними? Смотрите, я здесь неправильно написал. А здесь у меня было 128 тысяч. То есть 2 в 7-й. Вот 2 в 7-й. 108. И умножить на 1000. А 2 в 3-й на 5 в 3-й. Вот тысяча. Здесь было написано 2 в 5-й. Я считать не имею. Из первого действия. Так. Это вы про это говорите? Это не значение. Вот я спрашивал у вас. Что должно получиться, когда мы скорость биты в секунду умножаем на секунды. И получаются биты. Да? То есть я доказывал, что скорость на время будет расстояние. Вот что это такое. Хорошо. А все ли согласны с таким решением? Сейчас быстрее пойдет. Ну ладно. Дальше поехали. А скорость данных, да? У нас с вами есть скорость. 36 тысяч 864. Что это у нас с вами такое будет? Вот это у нас с вами 4096 умножить на 9. То есть 2 в 11 на 9. Сразу переводим. Хорошо. Теперь. 4 страницы текста. 4 страницы. И 8 бит. Ага. Смотрите. 2 304. Давайте это приведем как-нибудь к какому-нибудь степени двойки. А по-моему это будет 2 в 8. То есть 256 умножить на 9, если я не ошибаюсь. То есть вот столько символов. А дальше. На странице. А то умножить на 4 страницы. Правильно? И умножить на 8 бит на каждый символ. Согласны? Вот такое расстояние мы с вами получили. А все ли всем понятно? Не в 8 только, а в 3. Не в 8, а в 3 степени. Да. А 8 бит, потому что. Возможно 2 секунды. Да, возможно. Вот. И мы с вами делим на нашу скорость. 2 в 11 и 9. И действительно получаем 2 секунды. То есть у нас вот это вот. Это все выходит. А стоп, а почему 2 секунды? А почему не 4? Так. А почему 2 секунды? Скажите, пожалуйста. А, я считать не имею. Это 2 в 12, я надеюсь. Тогда, конечно, 2 секунды. Да. Хорошо. Все ли понятно? Все ли понятно? Вот так. Плюс, пожалуйста, поставьте. И мы дальше идем. И дальше идем. Спасибо. Большое спасибо. Дальше. Так. Сколько потребуется модема? Да? С такой скоростью. С 100 страниц текста. Поехали. Значит, 60 символов в строке. А на 30 строк. На 100 страниц. На 100 страниц. И на 1 байт. То есть 8 бит. Правильно? Умножить на 8. А поскольку скорость битов в секунду, то мы с вами переводим в биты. Вот. А вот это мы с вами получили расстояние. И должны разделить на скорость. И все, что мы с вами получим, все наше. Так. Попробуем. Так. Поехали. 100. 100. Да? Теперь. А если я это на 8 разделю? А на 8 она у нас делится. Да? 25. И 88. 11. 36. Да? Дальше. 6. 6. 5. 50 секунд. Да? Все ли понятно? Все довольно просто. Дальше. Вау. Так. Сейчас я сделаю еще одно. Это проблема с OneNote. Одну секунду. Я должен перезапустить потом. Дальше поехали. А у нас с вами вот столько символов. А сразу мы видим, что это будет 2 в десятую умножить на 3. Да? То есть, вот столько символов в 8-битной кодировке. Умножить на 2 в третий. Дальше. Да? Мы с вами преобразовали в 16-битную кодировку. А сколько килобайт у нас с вами все это занимает? Ну, давайте вместе. Все считается в байтах. Я так понимаю. Да? Потому что мы должны вывести количество килобайт, которое все это занимает. Так. Ну, давайте. Кстати, значит, если у меня 3072 символа, вот это вот столько, как мне из битов перевести в килобайты? А сколько в одном килобайте бит? Кто скажет? Сколько в одном килобайте байт? Сколько в одном килобайте байт? Это тоже нужно уметь здесь. А 2 в десятый. Правильно. В одном килобайте 2 в десятый байт. Да? Значит, в одном килобайте 2 в 13-й бит. Да? Потому что в одном байте 8 бит. Да? Поэтому получается, что у меня 2 в 13-й. Это получается 3 килобайта. Да? Согласны? Вот. А при том, что у меня была 8-битная, то есть 1-байтовая кодировка. А если у меня 2-байтная кодировка будет дальше, да? А то в ней у меня будет файл занимать 6 килобайт. Правильно? А между ними разница в 3 килобайта, которые я вложу на экран. Все ли ясно? Как вам непонятно, говорите. Дальше. Дальше. Значит, то же самое, та же самая задача. У нас с вами 5120. Мы сразу видим, что это 5 килобайт. Правильно? 5 килобайт, если мы в 1-байтной кодировке будем это все кодировать. А в 2-байтной кодировке будет 10 килобайт. Да? Поэтому разница между ними будет в 5 килобайт, и это будет ответом. Все ли вам понятно здесь? Скажите. Ладно. Дальше. Поехали. Значит, у нас с вами есть неизвестный текст, который не знает, сколько символов не знаем в нем. Пусть у нас будет x символов, и мы его кодируем в 8-битной кодировке, то есть 1-байтовая кодировка. Получаем, что такой текст занимает x байт. Правильно? Правильно. А дальше мы его же закодировали 2-байтной кодировкой. А 2-байтная, то есть 16-битная, видите? Да? И, само собой, он стал занимать 2x байт. Да? И нам известно, что новый файл занимает на 4 килобайта больше, чем предыдущий. То есть, получается, 2x минус x равно 4 килобайта. Ну, собственно, вот это будет ответом. Да? 4 килобайта. Сколько символов в документе? А в документе у нас с вами сколько будет 4 килобайта? Это сколько? 4 килобайта. Это сколько будет символов, скажите? А если у нас сначала кодировалось вот один символ, 1 байт, то у нас с вами 4 килобайта. То есть, А4 на 1024, то есть 4096 символов было у нас изначально в этом иксе. А поставьте плюсик, пожалуйста, если понятно, и минус, если непонятно. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Так, с текстом, кажется, все, потому что самая простая тема. А теперь давайте возьмем с вами картинку. С картинкой тоже несложно. Смотрите, вся картинка – это у нас с вами… Ну, само собой, мы с вами сегодня только говорим пока о растре, то есть о точечной картинке. У нас есть с вами расстояние, сколько точек по горизонтали, допустим, 800, и по вертикали, допустим, 600. И получается, что, чтобы найти, сколько всего точек у нас есть, чтобы картинку вывести, допустим, какой-нибудь JPEG сжатый, то у нас с вами получается, что это будет 800 на 600, нужно просто перемножить. А теперь дальше мы с вами должны как-то цвет каждой точки обозначить. Цвет означает, какая таблица в себе его содержит. Например, если мы кодируем каждую точку, скажем, таблицей, в которой 24, в которой столько вариантов, то получается, нужно будет 24 бита на такую точку каждую. Понимаете? А если у нас с вами всего два цвета – черный и белый, а без оттенков только черный и белый, то получается всего два варианта, а всего один бит нужен, чтобы закодировать каждую точку. А все ли понятно вам, друзья? А чтобы получить расстояние, вот это самое расстояние, потому что эта задача сводится к задаче на скорость и время расстояния, нужно умножить длину на ширину и на разрядность той таблицы, в которой мы кодируем цвет, то есть на число бит. А теперь вам стало понятно? Если было непонятно, конечно. Ну ладно. Поехали. Сколько секунд потребуется? Нет, не всегда, конечно. У вас, если вы посмотрите свойства вашего экрана в Windows, то у вас есть 16-битная палитра, есть 32-битная палитра, да? А может быть 2-4 бита, а может быть 4 бита. Как скажете? Самое важное, чтобы у нас с вами было как-то обозначено число вариантов цветов. Допустим, у вас вариантов цветов будет всего, например, 10, да? То тогда мы знаем, что это никакая не степень двойки. Поэтому мы с вами должны вспомнить, между какими степенями двойки находится данное число. Понимаете? И тогда получается, что нам не хватит 3-бит, чтобы закодировать 10 вариантов, а вот 4-х хватит. Поэтому для такого неровного количества цветов потребуется 4 бита. А теперь понятно? Понимаете? Да? А вот теперь для данной задачи, например, вот у нас с вами стоит 2-4 цвета. А 2-4 цвета – это не степень двойки, правильно? Поэтому нам потребуется 5 бит, чтобы закодировать 2-4 цвета. Потому что 4-х бит мало, а 5-ти вполне хватит. Потому что 2 в 5 – это 32. Поэтому получается, что наше с вами решение будет следующее. А 800 на 600 и на 5 бит на каждую точку. И делим на скорость. Получаем время. Давайте разделим. То есть получается 8 на 6 на 5 и на 32. А что получается у нас, кто скажет? А 80, извините, 80. А 80, да? То есть это получается у нас с вами 2 в 4 на 5, на 2 на 3 и на 5. Вот сюда, на 2 в 5, все уходит. Получаем 75 секунд. А все ли понятно здесь? Пожите. Вот у нас с вами размер файла. Это расстояние скоростью 32 бит в секунду. И получили время. Все очень просто. Если не понятно, спрашивайте прямо сейчас, чтобы я пока помню, о чем говорил с вами. Давайте. Теперь. Сколько секунд потребуется? Тоже найти время. 640 на 480. И каждый цвет кодируется тремя байтами. Что это значит? А поскольку скорость у нас с вами бита в секунду, то 3 байта переводим в биты, получаем сколько бит? 24. Правильно? Делим на 2, 8, 8, 0, 0. И попробуем это как-нибудь упростить. Нули убираем. А теперь смотрите. Вот это у меня будет 144 на 2. То есть получается, что 144 на 2 здесь будет. Вот это уходит, здесь будет 6. Тогда здесь получается 8, 6 уходит. Здесь получается 32 и 2 уходит. Получаем 32 на 8, получаем 256 секунд. Если согласны, пойдем дальше. Не согласны, ставьте, пожалуйста, минус. Мы с вами разбираемся. Поехали дальше. Снова, да? Сколько бит потребуется на 16 цветов? 4 бит. То есть 800 на 600 и на 4 бита на 32 тысячи бит в секунду. Должны получить сколько-то? Да? Это уходит. Это уходит. 82 на 4 на 5. 6 на 2 в третьей. В смысле 2 на 3, да? И на 2 во второй. А здесь 2 в пятой. Получается, вот это вот уходит. Остается у нас с вами 2 во второй на 4 должно быть 60 секунд. 2 во второй на 3 на 5. 60 секунд. Да, правильно, правильно. Спасибо, что тоже быстро считаете. Итак, дальше. Минимальный объем памяти в килобайтах. Вот тут внимание. Вот, наверное, будет. Вот такая картинка. 2 в седьмой на 2 в седьмой. Что в изображении могут использовать 256 цветов. Сколько бит потребуется на 256 цветов? 8 бит. Потому что 2 в восьмой, 256. А раз 8 бит, то это 2 в третий. То есть я умножаю размеры на разрядность. Получаю расстояние. А теперь давайте смотреть, что получается. А все это у меня в битах. А я должен получить это в килобайтах. То есть я должен просто разделить это на 2 в тринадцатый. И получить 2 в семнадцатый, 2 в тринадцатый. Это будет 2 в четвертый. То есть 16 килобайт. Вот столько я получил. Дальше поехали. Дальше поехали. То же самое, та же задача. 2 в десятый на 2 в десятый. 16 цветов. 4 бита. То есть умножаем на 2 в второй. 4 бита. И получить из них килобайты. Получается, что у нас. Это будет 2 в двадцатый на 2 в тринадцатый. Будет 2 в девятый. То есть 512 килобайт. А байт занимает наш файлик. Так. Вас скорость устраивает? Все успеваете? Откажите, пожалуйста. Хорошо. Прекрасно. Дальше поехали. Так. Автоматическая фотокамера. Это уже довольно просто. Так, ну давайте. В общем, у нас с вами есть вот такие вот файлики, да? О которых мы должны, а для которых мы не знаем разрядность. То есть неизвестная у нас с вами таблица цветная, да? Но зато мы знаем, что у нас с вами файл занимает не больше, чем 320 килобайт. То есть 320 на 2 в тринадцатый бит, да? Сразу в бит и перевел. Обминаем, что в одном килобайте 2 в тринадцатый бит. Да? Вот. Теперь давайте просто разделим и получим х. 320 на 2 в тринадцатый, да? Делим все это дело на 640 на 480. Так. Ну здесь получается, я понимаю, 2. Вот. И что получается у нас? Х. Так. Это не нужно 2 в тринадцатый, а 2 на 480. То есть новость проверим просто. Здесь 2 в четвертый на 3, на 2, на 5 и еще на 2. 2 в шестой. То есть будет 2 в седьмой, 128, разделить на 15. 128 на 15. Вот это будет чуть больше 8, почти 8. Так понимаю, что максимальное число цветов, ну да, 8. Да, все правильно. Это 8 будет цветов. Так, дальше. Думаю, здесь все понятно. Стоп. А нет, не 8. А 8 бит. А цветов будет сколько? Это 256, правильно? Мы же здесь нашли х, а это разрядность, 8 бит. С помощью к бит можно получить 2 вкаты вариантов, поэтому цветов будет 256. Все ли понятно, друзья? Раз понятно, делаем следующее. 300 на 200. Вот тоже неизвестная разрядность. И у нас они больше, чем 30 килобайт. 30 килобайт. Так, ну поехали. Значит, 2 на 3 на 5, 2 в 13, это будет у меня наверху, а возниматель у меня будет 300 на 200. Так как это лучше сделать? 2 на 3, дальше на 2 в 4, на 5 в 4. Это у меня получается 60 тысяч, которые получаются, если я разделю. Так, ничего. Давайте. А тройки уходят? А пятерки остаются? А 2 в 14, на 2 в 5, 2 в 9. То есть, 2 в 9 на 5 в 3. Это получается сколько? А 512 на 125. Это почти 4. А 4 бита означает 16 цветов. Вау, это таблик. Так, ладно, сделаем еще одну. Такое бывает. А сделаем еще одну и дальше пойдем. 450 на 2 в 13. А все это разделить на 768. Это сколько у меня? Это будет 256 на 3. То есть, 2 в 8 на 3. И умножить на 600. Вот так. Сейчас я это уберу, кружочек, который у меня остался. Так. Смотрите. Поехали. Значит, здесь мы убираем. Будет 2 в 5. Дальше здесь 3. Здесь 4. А тройки я убираю. А остается 2 в 5. Да, правильно? 2 в 5 на 4. Получается 8. 8. А если у меня 8, то получается 256 цветов. А мне нужно OneNote перезапустить. Одну секунду, пожалуйста. А пока я перезапускаю, все ли понятно вам, скажите? Да, прекрасно. Было ли хоть что-нибудь сложное из того, что я продавал? Каких именно формул, Иван, скажите? Что именно? У вас микрофон работает, чтобы побыстрее? Поряд действий. Хорошо. Давайте так. Это касается картинок или текста? Или того-итого? Картинок. Смотрите. Вы наверняка, я не сомневаюсь, что все из вас, все понимают задачи на скорость, время и расстояние. Правильно? Думаю, что вы тоже. Я даже не сомневаюсь, что вы понимаете. А расстояние – это размер файла. Вот картинка JPEG 232 килобайта, который мы скачали. А мы его скачали с такой скоростью и качали вот столько времени. Вы понимаете? Да. А скорость обычно указана. Там у нас с вами было много-много задач на скорость. Ну вот. А где у нас? Давно было, видимо. Да, вот скорость. Вот. А время в секундах, мы с вами его искали здесь. А расстояние – это тот файл, который мы получили. То есть, чем больше файл, тем дольше выкачается такой скоростью. Да, все понятно? Вот. А расстояние, то есть размер файла формируется из размера в точках по вертикали, а то умножить на размер в точках по горизонтали, получили сколько всего точек в картинке, пикселей. А дальше умножаем на глубину, сколько разрядности, в какой таблице, какая таблица должна в себе сдержать такой цвет, цвет каждого пикселя. Понимаете? Чем больше таблицы, тем глубже цвета, тем ярче, сочнее цвета. Понимаете? Все. И поэтому нужно умножить на биты. Сколько бит в таблице. Мы знаем, что с помощью k-bit можно закодировать 2 в k-3 вариантов. То есть, если у вас 24 бита, то у вас 2 в 24 вариантов в таблице хранится. Понимаете? Чем меньше вариантов, тем меньше вариантов на цвет, на точку. Что означает, что, например, поэтому монохромное изображение, черно-бело-серое, занимает меньше, чем цветное яркое, потому что каждая точка кодируется в меньшей таблице. То есть, меньшим количеством бит. Понимаете? Все замечательно. А здесь мы с вами просто… А здесь даже скорости нет. И расстояние. Здесь просто задача насообразить, как найти вот эту саморазрядность. То есть, есть расстояние, и есть то, с чего оно получается. У нас у тебя компонент один. А так, хорошо. Давайте. Фотокамера 400 килобайт. Да, 400 килобайт. Ну, давайте. Мы не знаем с вами разрешение нашей картинки. Это и черт, правильно? Пусть у нас есть длина на ширину, и у нас с вами 16 светлая палита. То есть, получается 4 бита. Да? И занимает это все на 400 килобайт. То есть, 400 на 2 в 13. А та же самая картинка, да? На неизвестное количество бит, да? Получили 800 килобайт. Согласны? Да, то есть, расстояние формируется из трех компонентов. Здесь, то есть, возьмем файл. Дальше. Мы с вами должны умножить на 2, чтобы это получить. Согласны? Получается, здесь 8. А если будет там 8, то получается 8 бит. А 8 бит – это будет уже не 16 цветов, а 256. Все ли понятно? Ладно. Хорошо, прекрасно. Дальше поехали. Так. Ну, тут все, кажется, получается у нас. Все. Да? А теперь давайте так. Та же самая задача. Есть какая-то картинка. Х на игрок точек, которую мы кодируем 24 битами, потому что 2 в 2 четвертой. Дальше. И занимает все это 12 мегабайт. 12 на 2 в 23 бит. Да? Та же самая картинка на неизвестное количество. Уйти в таблице. Да? То есть, на неизвестную разрядность. А мы… Нет. Вот, извините. Она известная. А там 256 цветов. То есть, мы уменьшили разрядность. А получается 8 бит. Да? И если у нас сами втрое все это уменьшилось, то втрое и уменьшится. получаем 4 мегабайта. Надеюсь, вам это все понятно. Да? Да? Хорошо. Дальше. У нас с вами есть типа новое понятие – DPI. То есть, точек на дюйм. Знакомо ли вам это понятие? Скажите, пожалуйста. Что значит число точек на дюйм? Ну, то есть, dots per inch. Точек на дюйм. Смотрите. Допустим, у нас есть 600 DPI. Это у нас с вами, когда у вас стоит на столе скана, и вы убираете разрешение, с которым надо сканировать. И чем больше точек на дюйм, тем точнее у вас будет распознанность, точнее будет, скажем так, ваша картинка. Ваши смартфоны, а сегодня у них экраны, и вот зернистость на экране измеряется именно в DPI. Чем больше, тем точнее картинка, тем она резче. Ну, 600 DPI означает, что у вас есть квадратный дюйм, то есть, 2,54 на 2,54 сантиметра. Вот. И здесь будет 600 точек, и здесь будет 600 точек по вертикали и по горизонтали. Возможно, возможно, возможно. А позиционирование мучки? Вполне возможно. А теперь поняли, что это такое? Просто сколько точек на квадратный дюйм. А по вертикали 600 и по горизонтали 600. А теперь ясно, да? Просто квадратная картинка на квадратный дюйм. Вот. А теперь смотрите, что получается. Если у нас с вами было 600 DPI, а то у нас была картинка 600 на 600 точек на дюйм. А если мы из нее сделали 300 DPI, то у нас стала картинка 300 на 300. Во сколько раз картинка сама уменьшилась? Скажите. Во сколько раз? А сама картинка уменьшилась во сколько? По расстоянию. В 4 раза, правильно. В 4 раза. То есть получается... Все сделаю поменьше. То есть меньше в 4 раза, да? Дальше. Смотрите, что получается. У нас с вами... Так, изначально 600 DPI, да? И 24 бита, да? То есть дальше. Цветовую систему 16. Это получается, что мы уменьшили с вами в 4 раза, да? И еще в 1,5. Получается, что вот эта штука в 6 раз больше, чем вот эта. Согласны? Народ. Да? В 6 раз больше. Поэтому если эта штука занимала 12 мегабайт, надо было бы встретить, да? А то будет занимать 2 мегабайт. Все ли ясно? Хорошо. Сразу, пожалуйста, говорите, кто что не понимает. Пока у нас время есть, можем разобраться. Честно, пожалуйста, разберитесь со мной вместе и все. А дальше. А так у нас с вами та же самая задача, да? Только другие данные. 300 на 300. 300 DPI, да? Стало 200 DPI. 200 на 200. То есть во сколько раз уменьшилась наша картинка? Скажите, пожалуйста. В 2,25, да? То есть в 1,5 в квадрате, да? Хорошо. И у нас с вами все это так. И было 16 бит по литру, да? А стало 8 бит по литру. То есть мало того, что вот это вот уменьшилось вот здесь, да? В 2,25. Так и еще в 2 раза уменьшилось. Получается, что объем, то есть сколько метров занимает наш файл, он будет меньше в 4,5 раза. То есть будет 2 мегабайта. Ясно? Ясно, хорошо. Что ж такое-то? Что же такое творится? Простите, надо перезапустить снова. Видимо, из-за нагрузки. Так, пока я перезагружаю, скажите, ясно ли? Есть ли что-нибудь, что вы не понимаете? Нет. Думаю, нет. Хорошо. Дальше поехали. Дальше. А так, у нас с вами что? Вот такая картинка. Значит, есть картинка 1024 на 768. Теперь мы ее не сжимаем, да? Дальше у нас с вами есть вот столько изображений. И для них 2 гигабайта аж потребовалось, чтобы их сохранить. А сколько памяти занимает одно изображение? Давайте разделим. А 2 гигабайт – это будет 2. И давайте все сразу в битах. Что уж тут, да? Давайте. А сколько в одном гигабайте бит? 2 в 30 в третьей степени. Да. И мы делим 2048, это 2 в 11. У нас получается 2 в 23 степени. А все ли понятно вам, друзья? Это пока еще не все. Это только начало еще. Вот столько бит занимает каждая картинка. Понимаете? А столько бит занимает каждая картинка. А если вы вспомните, друзья, то в одном омегабайте ровно вот столько бит. То есть, получается, наша картинка занимает 1 мегабайт. 1 омегабайт. А если учесть, что у нас с вами все будет в килобайтах, то у нас это будет 1024 или 2 в 10 килобайт. Это ясно. Вот столько занимает 1 картинка. 2 в десятый килобайт. А теперь смотрите. Значит, у нас есть память, которая выделяется на картинку. Занимает она вот столько килобайт. Часть памяти уходит на служебную информацию, 640 килобайт. А часть, получается, уходит на саму картинку. Верно? Сколько остается на картинку? Мы это узнаем с помощью разности. Правильно? И это будет у нас с вами 384 килобайта, которые уходят на картинку. А теперь смотрим, что получается. То есть, у нас есть 1024 умножить на 768 и умножить на неизвестную разрядность. Вот мы получаем 384 килобайта. Получается, что нужно просто разделить. Так, вот вопрос. Да, правильно, правильно. Теперь получается, что просто нужно разделить. Давайте разделим. То есть, это у меня, что такое, это будет 128 на 3, да? То есть, 2 в седьмой на 3 и на 2 в тринадцатой. Разделить. А вот это будет 2 в десятой. 2 в десятой. А вот это будет 2 в восьмой на 3. 2 в восьмой и на 3. Тройки уходят. А 2 в двадцать, 2 в восемнадцатой. Получается 4. Правильно? Здесь было 4 бита. А 4 бита нужно для 16 цветов. А все ли понятно вам? Хорошо. Так, дальше поехали. Так, давайте. Снова несложно, да? 15 секунд. Так, 15 секунд. Каждые 15 секунд. Ну, давайте. Давайте, во-первых, смотрите. Если у нас с вами 15 секунд, а каждые 15 секунд новое изображение, то у нас с вами за сутки. Отлично. А сколько за минуту мы с вами сделаем изображение? 4, правильно? Сколько за час? Вот столько. А сколько за сутки? Еще вот столько. Верно? То есть, получается 240 на 24, получается 5760. Это квадрат 24, еще 0 на конце. А вот столько получается штук, да? За сутки я сделаю. А все ли ясно? Ну, пока еще не все. А теперь. А есть наше изображение. Так, 256 от 2 в 8. 192 – это 2 в 6 на 3, то есть 64 на 3. Так. И 256 оттенков, то есть 8 бит. То есть на 2 в 3 нужно мне умножить. Понимаете, да? А сколько занимает... А вот это изображение, скажите, пожалуйста, в битах, сколько оно занимает изображение? А 2 в 17 на 3, да? То есть а 2 в 17 умножить на 3. Или я могу по-другому сделать. Это будет в килобайт, если я приведу, то есть на 2 в 13 я разделю. То получается, что это будет 2 в 4 на 3, 48 килобайт. А теперь вам понятно, да? То есть одно изображение занимает у меня 48 килобайт. Да? А теперь нужно в мегабайты все это перевести и не забыть умножить на количество изображений. Получается, что у меня будет вот столько изображений. 48 килобайт. Потом умножить на количество. Да? И разделить на то, сколько у меня килобайтов в мегабайте. То есть на 1024. И теперь нужно просто посчитать. Да? Давайте. А теперь просто посчитать нужно. 48 у нас что такое? 2 в 4 на 3. А вот это у меня будет 24 на 24 на 10, да? То есть это будет 2 в 3 на 3, на 2 в 3 на 3 и на 10. И на 2 в 10. Ну, собственно, все уже сокращается. Само по себе, да? А остается 3 на 3 на 3, на 10, на 270. А все ли вам понятно здесь? Что же такое-то у меня сегодня, а? Это проблема из-за того, что у меня очень большой документ сегодня на работу с вами. А можем даже все не успеть. А все ли ясно, скажите? Ясно? Ну, хорошо. Так, тогда сейчас я еще одну сделаю и потом снова перезапущу. Так, у нас с вами 5 на 6. Так, 128 ДПИ. Ну, давайте. Значит, у нас с вами что получается? 128 на 128 на 128 точек на квадратный дюйм. А вот это вот что означает? Что у нас с вами 2 в 16 цветов, а значит, у нас с вами 16 бит в нашей таблице. То есть, получается 2 на 2 в 17, на 2 в 17, на 2 в 4. Вот, верно? На 2 в 4, да? Да? Вот. А вот дальше. А все это у нас пока еще в битах, а нужно в килобайтах. Значит, мы с вами должны разделить на 2 в 13, чтобы получить килобайты. Да? И получаем, а что мы получаем? 2 в 18, на 2 в 5. Вот в этой получаем 2 в 5. То есть, получаем 32 килобайта нужно, чтобы закодировать изображение на квадратном дюйме. Вы поняли? На одном квадратном дюйме. Мы с вами взяли все еще пока 1 дюйм. А у нас с вами этих дюймов сколько? 30. Поэтому с вами 32 умножаем на 30 и получаем 960 килобайт всего изображения. Ясно ли вам? Я заранее извиняюсь, у меня что-то сегодня плохо работает все. Так. Поехали дальше. Все. А теперь у нас с вами только звук остался, судя по 4. Да, все ясно. Только звук остался. А значит, у нас с вами будет немножко звука. Ну, давайте. Да. Со звуком посложнее. А давайте представим себе, что у нас есть волна. А звуковая волна. И она у нас с вами аналоговая. Кто-то орет. Да. То есть аналоговая волна звуковая. А нам ее нужно записать. Для этого мы к этому человеку подставляем микрофон. Да. И, как он орет, мы записываем в виде файла mp3. Или как хотим. Или там wav. Или что-то еще там. Обезжать. Вот. То есть мы должны из аналогового звука сделать цифру. Для этого вы понимаете, да, что чем хуже качество, тем меньше будет занимать. Да. Вот. Что нам с вами нужно здесь знать? Ну, во-первых, когда мы с вами оцифровываем все это дело, то мы с вами должны построить вот такую вот лесенку. Вот такую вот лесенку. которая обозначает уровень, какую-то ординату, где находится у меня сейчас волна. Понимаете? От этой лесенки мы отмеряем каждую секунду. Их будет тем больше, чем более качественный звук хотим мы с вами получить. Понимаете? Обычно все это мы измеряем в герцах. Или от 1, деленный на секунду. Вот. И у нас с вами... Вот обычно это многие-многие тысячи герц в секунду. Чем больше, тем точнее мы этот звук себе собираем. А все ли понятно? А мы это с вами называем частота дискретизации. Вот. А что означает, сколько у нас этих ступенек будет в секунду. Да? Дальше. То есть это будет наша с вами буква Че в формуле. В формуле расстояния. В формуле размера файла. Дальше. На каждую ступеньку мы с вами должны назначить... Ну, она, конечно, одна будет на каждый случай, да? Но мы должны поместить все эти ступеньки в какую-то таблицу с вариантами громкости на каждую ступеньку. И она выражается в битах, да? От 32 бита, 4 бита, 2, 4 бита и так далее. Чем глубже, тем больше диапазон вы слышите, да? То есть глубина кодирования Че умножить на Г. А дальше у нас с вами этих секунд, в которых мы разбиваем, будет отмонога. То есть наша любимая песенка занимает много секунд, да? Поэтому мы умножаем на время в секундах. А еще мы знаем, что у нас сегодня, особенно когда в наушниках мы слушаем, то у нас сегодня много каналов. То есть данные волны могут быть параллельны, да? Мы с вами знаем, что моно – это 1, стерео – 2, квадро – 4 и так далее, да? То есть мы должны еще умножить на число каналов, сколько у нас всего. И вот у нас с вами расстояние получается, видите? То есть секунды в минус первой степени – это частота. Вот умножить на глубину – это биты, да? Вот умножить на время в секундах. И умножить на сколько каналов. И получается биты. Сколько памяти занимает наш звук. Всем понятно теперь? Роуд. Да. Все очень просто. Всего частота… Вот она не в секундах, а она в секундах в минус первой степени. То есть 1, деленный на секунду. А тогда мы с вами сократим, и только биты останутся в конце. Видите? Вот она в герцах. А герц у меня 1, деленный на секунду. Да. А теперь понятно, биты в конце получаются. И то же расстояние, то же время в битах в секунду. И та же скорость, то же время, за которое мы это передаем, да? Дальше. Поехали. Стерео-аудио-файл. Вот. Стерео сразу видим, два канала. Да? То есть у нас с вами что получается? Ч, Г, К, В. Да? Два канала. Скорость у нас с вами мы на нее разделим. Да? Здесь 48 тысяч. Умножить на 16 бит. Да? А на два канала и на 90 секунд. Собственно, разделить на 32 тысячи. Да? Здесь получается полтора. И надо просто умножить. И получается то, что получается. Согласны? То есть А2 4 на 2, а на полтора – это будет А2 4 на 48. 48 на 90. Почти 48 на 100. А минус 48. 48 на 4 320. Вот так она и получается. А все ли понятным образом? Вот здесь. А все очень просто. Так, дальше поехали. 64 килогерца, то есть 64 тысячи герц, умножить на 24 на глубину. А стерео, то есть два канала и время неизвестно. И получается 48 мегабайт, а значит 48 на 2 в 23 бит. Да? А потому что в битах у нас с вами разрешение. Значит, в биты мы переводим. А сразу можно убрать эти штуки. Да? И получается, что х будет равен 2 в 23 степени. А 64 тысячи – это будет 2 в 6 на 2 в 3 на 5 в 3. А если это убрать, то останется у меня 2 в 14 на 5 в 3. А можно я по-другому сделаю? Я сделаю иначе. Я вот это сокращу только. У меня останется 2 в 17 на 1000. Вот. А это у меня 131 тысяча 72 на 1000. Это останется 131 и вот столько секунд. А нужно в минутах. То есть это получается чуть больше двух минут. Все ли ясно? Ясно. Хорошо. Да, размещаем. А пожалуйста, так ладно, чтобы было по картине, после каждого давайте как-нибудь реагировать, да? Чтобы время не тратилось. Так, 24 тысячи герц на 16 бит. Квадро, то есть 4 канала. И то же самое, сколько неизвестно, 1800 мегабайт. Да? Так, ну давайте. 2 нуля уходит, 2 нуля уходит. А в 18 куда мы делим? Здесь будет 3. А в 18. 60. Нет. Так, ну давайте, в общем, сколько-то это будет у нас, да? 18. То есть тогда будет 40, да? То есть 40 на 16. 160 на 16. Это будет 2560 на х равно 3 на 2 в 23. А 3 на 2 в 20. А 3 мы делим, получаем 2 в 8 на 2 на 5. Вот на 10, да? Если я это сокращу 2 в 15. А 2 в 15 – это 32 768. Да? То есть получается сколько-то 768 на 3 на 10. А 96 на 98 тысяч. Да? То есть почти получается, короче, 9 800 с чем-то в секунд. Надо это в минуту перевести. Думаю, сможете сами посчитать. То есть это уже просто время тратить не будет. А ясно, да, все? Все понятно. Так, давайте дальше. Еще раз. 32 тысячи на 32 бита, на стерео, 2 канала и на неизвестное время 45 мегабайт. Ну, давайте. Значит, 45 на 2 в 23, 2 в 5 на 1000, на 2 в 5 на 2, а 2 в 11. Получается 45 на 2 в 12 на 1000, на 2 в 12. Нужно все это дело сосчитать на 60 и взять максимально близкое число. Ну, давайте попробуем. Попробуем. Если это учесть, что это будет 2 в 10 на 2 во второй, то получается, допустим, вот так вот. 45 на 4 в 180. Примерно 3 минуты получается. Да? Все это дело. Ясно, да? Так. Слушайте, может быть... А, нет, мы не пропустим. Давайте. Значит, 32 тысячи умножить на 32 бита, умножить на 4 канала и на 180 секунд. И надо все это в битах, да? И нужно разделить на мегабайты. И получаем, сколько мегабайт будет в наш файл. Ну, давайте. Ну, давайте. 2 в 5 на 2 в 3 на 5 в 3 на 2 в 5 на 2 во второй. Так, 180. Что у нас такое? 180 у нас с вами это 9 на 5 и на 4, да? То есть, 2 во второй на 9 и на 5. Вот. Так. И разделить на 2 в 3 на 2 в 3 на 3. Так. 8, 13 и 17, да? Получается 5 в 3, в 4 на 9. И разделить на 2 в 6. Так. 625 на 9. Не знаю, сколько это будет. Помогите, пожалуйста. 6250 минус 625. 5 тысяч. 5 тысяч 620. Опять что-ли получается, да? 525. Вот мне 625, да? А, считать не мне. 625. И мы с вами должны разделить на 64. Вот. Столько секунд у нас будет, да? Столько секунд. И должны еще разделить на 60. И найти ближайшее целое, которое кратно 5. Думаю, это вы можете без меня сделать. А ближайшее, я так понимаю, что ближайшее по модулю. Так. А есть ли вопросы у вас к тому, что было? Скажите, пожалуйста. Вы пока со мной, да? Пока со мной. Отлично. Отлично. Хорошо. Так. Поехали дальше. Там еще много у нас на сегодня. Так, значит, есть звуковой фрагмент в формате стерео. То есть, у нас есть 32 тысячи герц на 32 бита, да? Два канала и вот на столько секунд. И занимает он 40 мегабайт. А дальше мы его сжали, то есть, ухудшили качество. А у нас, то есть, взяли, в два раза реже стали брать в секунду. Вот эти вот ступеньки, да? Получается 16 тысяч герц. А на 16 бит. И он стал моно. Моно, да? А время то же самое. И сколько он будет занимать? Ну, очевидно, что если у нас с вами в два раза хуже стала частота, в два раза хуже стала глубина, и в два раза хуже стало у нас с вами число каналов, то файл стал в 8 раз меньше, да? 5 мегабайт. Формула очень простая, правда. Все понятно, да? Все понятно. Дальше поехали. Так, значит, давайте так. АЧ на Г, на время и на число каналов. Значит так, у нас с вами наш файл. Вот, то есть я не знаю ни частоту, ни глубину, ни время, да? Но время одинаковое будет на с обоих случаях. А знаю, сколько было каналов. А каналов у нас с вами было 4. И он стал занимать 12 мегабайт. Теперь я знаю, что частота стала в полтора раза хуже, да? Вот, а глубина стала в два раза больше. То же время. Так, а каналов у нас сколько? О формате моно. То есть канал всего один. И что смотрим? Что получается? Давайте. То есть мы с вами, во-первых, уменьшили в 4 раза. То есть мы делим 12 на 4. Дальше умножаем на 2 и делим на 1,5. А что получается у нас сегодня? То есть тут будет 6, и на 1,5 получаем 4 мегабайта. 4 мегабайта, правильно? Все поняли, все просто, да? А при том, что мы не знали ничего, в принципе, можно найти соотношение между меня файлами. Потому что правда так просто считается. А следующее, поехали. Так, значит, Ч, Г, К, П, или ВК, нам не важно. Так, значит, у нас, получается, был моно. Он был в формате моно. Получается, это будет 1. Так, и занимал 28 метров. Да? Теперь, тот же фрагмент, цифровый, с разрешением. Глубина стала в 3,5 раза насыщенней. Частота в 2 раза меньше. И у нас с вами формат стерео. То есть умножить на 2. И время тоже. Ну, давайте. То есть 28 мы разделили на 2. А при этом умножили на 3,5 и умножили на 2. По двойке уходят. 28 на 3,5 – это 98. Вот столько мегабайт стал занимать наш файл. Надеюсь, вам понятно, что это дело. Ладно, дальше поехали. Так, хорошо. Чуть-чуть посложнее теперь задачка. Снова. Ч, Г, К, В. Наша формула. Теперь. Значит, вот у нас с вами файл. Столько он нас с вами занимает. Дальше. После обработки, после оцифровки, да? А повторной он стал занимать. То есть в 2 раза выше глубина. Так. Частота в 1,5 раза меньше. Сколько у нас с вами каналов, неизвестно. Судя по всему, это у нас с вами все сохранилось. И время то же самое. Правильно? Пусть у нас размер файла был x. Правильно? А у этого файла будет размер x, который будет равен, судя по вот этим данным, он будет равен у нас с вами 4,3 x. А все ли пока понятно? Скажите. Народ. Хорошо. Да. А теперь. Если данный файл я в город A буду слать ровно 30 секунд, то значит вот этот вот файл в город A я буду слать 40 секунд. Правильно? А потому что он вот во столько раз тяжелее, чем файл x. Да? А у нас с вами известно, что в город B мы можем послать со скоростью в четверо больше, чем в скорость в город A. Поэтому если в город A у нас файл x' славился 40 секунд, то в город B мы его прислем за 10 секунд. А все ли ясно? Да, 10 секунд. Правильно? Так, дальше. Распоняли. Теперь давайте дальше. То же самое, да? То же самое. Ч, Г, К, В. Так, ну давайте. В общем, частота у нас с вами снова в полтора раза меньше. Видимо, стандартное что-то. А в два раза выше глубина. Те же каналы. Не вижу других тут данных. И то же время. Теперь получается, что если это x, то x' у нас снова 4 третьих x, да? И если он у нас в город A слался за 15 секунд, то этот файл, он тяжелее, ровно в 4-5 раза, поэтому в город A за 20 секунд у нас будет слаться, да? Но скорость в город B у нас двое выше скорость, поэтому в B мы за 10 секунд пришлем этот файл. Все ли понятно, скажите? Думаю, да. Хорошо. Хорошо, прекрасно. Так, у нас с вами осталось. Сейчас я посмотрю. Ну, в принципе, немного. До пяти, я думаю, мы с вами тужимся. Так. А тем более, что у нас с вами уже время на передачу пошло. Давайте. Есть Толя, у которого есть жирный канал в интернет. Да? От 2 в 19 бит в секунду. Есть Миша, с которым он обменивается файлом по вот этому каналу. Толя должен файл скачать и Мишу его переслать. Но у нас есть задержка небольшая. Правильно? Согласна. А теперь давайте сделаем так. Сколько времени будет скачивать файл Толя? Вот Толя. Скажите. А файл, кстати, занимает 5 мегабайт. А где он? Вот он, 5 мегабайт. Да? А если 5 мегабайт, а у нас с вами скорости в битах в секунду, то 5 на 2 в 23 у нас с вами бит занимает файл. А сколько времени будет его качать Толя? Мы должны разделить на 2 в 19. и получается сколько? Скажите, пожалуйста, сколько будет? 80. То есть получается 80, да? Секунд он будет его скачивать. Ну, видимо, вот такой вот файл. А 2 в 4 на 5, да? 80. Хорошо. Теперь задержка. То есть до тех пор, пока у нас с вами не скачает полмегабайта Толя, он не сможет его отсылать в Мишу, да? Сколько секунд задержка будет у нас с вами? Давайте подумаем. А задержка будет у нас с вами сколько? Мы должны разделить на скорость, которая к Мише идет, да, у нас? То есть получается, что 512 килобайт, да? А килобайт у нас с вами это 2 в 13, а мы должны разделить на 2 в 15. Это получается 2 в 9 на 2 в 13 на 2 в 15. Это будет сколько? Стоп, секунду. Стоп, стоп. Нет, задержка у нас с вами идет... Подождите. Так, Толя скачивает полмегабайта, да? И потом присылает Мише. Значит, мы должны на скорость Толя разделить, да? На 2 в 19. А это получается у нас с вами что? На 2 в 9 на 2 в 12, получается 2 в 3. То есть 8 секунд Толя скачивает, и только потом транслировать начинает наш файл. Верно? Давайте. А нам эти данные вообще не нужны, получается, да? Для расчета. А смотрите, получается, что у нас будет 8 секунд задержки перед тем, как Толя будет Миша транслировать. А сколько времени файл будет передаваться по каналу Миши? 5 мегабайт на 2 в 23 на 2 в 15. Это будет 5 на 2 в 8. Это будет 256 на 5, 128, 0, 1280, да? И плюс 8 секунд задержки. Откуда получается? От 1288. А все ли ясно? Хорошо. Так, ладно, дальше поехали. Давайте. Так, 512 килобит в секунду. 2 в 9 на 1000, да? И на 60 секунд. То есть мы с вами скорость умножаем на время, получаем расстояние. И делим все это на килобайты, то есть на 2 в 13. Давайте. На 2 в 9, на 2 в 3, на 5 в 3, на 2 в 2, на 5, на 3. Это 60. На 2 в 13. Так, 2 в 14, на 2 в 13 будет 2 на 125. 5 и на 5 еще, да? И еще на 3. То есть 6 на 625, а 3750 килобайт занимает наш файл. Вроде несложно. Да, то есть скорость, время, расстояние. Так, дальше поехали. Почтовый ящик электронный, да? Вот столько мегабайт имеет объем. Кстати, сегодня это очень мало. Так. Килобайт в секунду. Ну что ж, ну давайте, давайте попробуем. Если мы это мегабайт, то сразу переведем в биты. Зачем, правда, хотя не знаю. Ладно, разберемся сейчас. Вот столько у меня получается бит, да? Согласна? Согласна. И вот столько 2 в 13 у меня получается скорость, да? То есть нужно найти время. Ну давайте. Давайте. Не хочу это считать. Годоскопы. Вот. Радость. Ну давайте попробуем. 2 в 10. Да? Так. Если я попробую разделить это, попробую еще умножить на 2 и на 2, получится 1, 5, 3, 5, на 2, на 11 и на 5. В общем, если вы сочетаете, друзья, то будете с большими голосами. Что-то около 600 получается, кажется. В секунду. В общем, это можно посчитать. Не вовремя тратить. Дальше поехали. Дальше поехали. Так, а какая должна быть скорость, чтобы за 2 минуты можно было передать следующий файл, да? То есть тикс, скорость на 120 секунд получаем 30 килобайт, да? То есть получается 30 на 2 в 13, на 30 на 2 во второй, на 120. Это получается 2 в 11. То есть 2048. Абит секунду, да? Абит секунду. А поставьте плюсик, пожалуйста, что вы понимаете, и со мной. Хорошо, осталось немного нам все, судя по всему, да? Осталось немножко. А дальше поехали. Так, АТС в АДМ 10 минут. Максимальный размер файла в килобайтах, если передан в скорость. А 32 килобита в секунду. А 32 килобита означает 32 на 2 в десятой бита в секунду, да? А это тоже степень двойки. Получается 2 в пятнадцатой бит в секунду. Вот такая у меня скорость. А теперь я, получается, должен 2 в пятнадцатой скорость умножить на время, а время у меня 600 секунд, да? Все к стандартным величинам приводим. И делим на что? Делим на что? Так, ну-ка, стоп. А в килобайтах, то есть на 2 в тринадцатой. Ну и отлично. У нас, получается, здесь будет 4, да? То есть 4 я умножаю на 600, получаю 2400 килобайт. Да? Да. А теперь дальше поехали. Вот нормально все, вы все понимаете. Так. Ясно. То есть у нас есть с вами файл, который с разными скоростями передавался, передавался по каналу куда-то, да? Хорошо. Получается, здесь была скорость 2 мегабита в секунду, а здесь была скорость 6 мегабит в секунду. Мегабит, на самом деле, 2 в двадцатых, правильно? То есть 2 мегабита в секунду, это 2 на 2 в двадцатой. А это будет 6 на 2 в двадцатой. Вот скорость, с которой у нас с вами он передавался. Этот файл. А половина времени. Но это не половина расстояния, правильно? А давайте, во-первых, мы 150 мегабайт переведем в биты. То есть 150 на 2 в двадцать третий. То есть, а если это перевести так, только это будет лучше мегабита, потому что у нас скорость 2 в двадцатой. Тогда я умножу на 8. То есть получается 1200 на 2 в двадцатый. Это понятно пока, друзья? Народ. Понятно, хорошо. То есть, а если у меня 1200, и я передавал все это пополам, по времени, одинаковое количество времени, столько времени, столько времени, то получается, что у меня скорость 2 была втрое выше, да, а значит, я по ней передал втрое больший объем. Значит, здесь я передал 300 мегабит, а здесь 900 мегабит. Согласны? Чтобы скорость была одинаковая. Вот. И осталось всего лишь мне что? А вот у меня есть два расстояния, а вот у меня есть две скорости. Можно получить два времени и сложить. То есть получается 300 на 2 в двадцатой на 2 на 2 в двадцатой. Это будет 150, и 900 на 2 в двадцатой, на 6 на 2 в двадцатой. Будет, что удивительно, тоже 150 секунд, потому что было поровнее. Ну, складываю, получаем 300 секунд. Ясно ли вам это? Скажите. Думаю, да. Хорошо. Осталось совсем чуть-чуть у нас. По ощущениям, да? Так. Тоже просто такая идея. Есть два способа. Файл передать без сжатия или сжать его, время потратить. Сжатый файл передать и в конце распаковать. Что быстрее? Ну, давайте. Способ. Способ. Сначала второй давайте. А 10 мегабайт, то есть 10 на 2 в двадцать третий, мы должны передать по каналу 2 в 18 бит в секунду. Он будет передаваться. У нас с вами здесь будет 32 на 10, а 320 секунд он будет аж передаваться. А если я его сожму до вот этого размера, то он будет заниматься у меня с вами 3 мегабайта, да? То есть 3 на 2 в 23. Я его по этому каналу передам. Это получается сколько? А 3 на 20, на 32 это будет 96, да? И еще плюс 7 секунд на упаковку, столько времени на передачу и еще 1 секунда на распаковку, на анзип, да? Получаем, 104 секунды занимает вариант с сжатием. А дальше внимательно у нас с сжатием шел первый вариант, а B второй, да? Самый быстрый вариант у нас получается. Что надо сделать? Надо сделать букву, написать самый быстрый вариант, и будет буква А. И дальше число, на сколько отличается у нас с вами скорость, время передачи. Отличается у нас с вами на 216 секунд. Вот так. Вот такой вот ответ. А все ли понятно? Кто не понял, скажите. Ладно. Продолжаем. Так, 5 мегабайт. То есть 5 умножить на 2 в 23 по каналу 2 в 18. А сколько он будет передаваться? 5 на 32, 160, правильно? 160, вроде понятно. А давайте только тогда оповнимательность, чтобы было без вроде, и было все понятно. То есть два варианта. Сначала я без сжатия, а без сжатия просто файл расстояния на скорость, получая время, да? Очень сложно. Вот, получаем 160 секунд. А на передачу без сжатия, да? А теперь сколько будет сжатой заниматься, передаваться у меня, да? А сжатой у меня 20% исходного. Получается 1,5 от моего объема. Получается 1 мегабайт. Получается сжатый объем. Это будет 2 в 23. Передается по этой же скорости. Получаем 32 секунды. Но я еще 7 секунд его упаковываю, да? И еще 1 секунду я ее распаковываю. А получаем 40 секунд будет у меня отупаковываться, передаваться и разжиматься сжатый файл, да? Получается, что у меня сжатый побыстрее. То есть способ А я беру, и он у меня быстрее на 120 секунд. Все ли ясно? Да? Да? Отлично. Так, отлично. И что там? Все, это последний. Класс. Давайте. Так, 10 мегабайт на 2 в 23. Вот третья. Скорость 2 в 23 бита в секунду означает, что 10 секунд будет файл передаваться. А теперь, если я его сожму, он у меня будет 70% по ощущениям, что сжатый дольше будет передаваться. То есть 7 мегабайт с такой скоростью будет передаваться 7 секунд. Плюс еще 15 секунд на упаковку и 2 секунды на распаковку. 24 секунды, да? Способ какой у меня? То есть архиватором сжать, а в бое передать по каналу без сжатия. Способ был мне быстрее и быстрее на 14 секунд. Вот так. Все. Скажите, друзья, все ли было понятно сегодня? Остались ли вопросы? Я хоть... А в чем-то помог разобраться вам сегодня? Как в чем-то? Спасибо. Значит, попозже будет видео. Вот у нас с вами в Телеграме будет ссылка. И на сайте оно появится, наверное, уже в неделе. Все, спасибо. До следующего раза. До свидания. До свидания. До свидания.